Определяйте правильность своего пути, по искреннему стремлению исполните, как живет ваше сердце. Старайтесь не обмануть себя, и вы сделаете, поверьте, самый правильный шаг на данный период времени. А сделав шаг, вы обретаете мудрость и будете уже видеть, как лучше ждет следующий шаг. И так вы пойдете исполнить великое на одной истине любви, нерассуждаемой, а искренне исполняя. И тогда все получится. Никакой святыни, никакой путинцы не будет. Вы действительно очень быстро сможете идти вперед. Очень быстро. Поэтому попробуйте понять настоящую суть истинного Учителя. Настоящую суть. Потому что истинный Учитель – это тот, который приходит не для того, чтобы сделать из себя кумира поклонения. Нет. Он приходит для того, чтобы сделать вас самостоятельными. Вот тогда прогреляется истина Великого Отца. Именно самостоятельными. И этому будет положено мне на жизнь. Чтобы вы ставили, чтобы не был страх между вами стадный, который забивает вас, пугает вас, что а вдруг вы что-то делаете неправильно, и начинается бесконечная суета. Нет. Мы должны научиться идти самостоятельно, полная истинной Любви. Она одна и простого всех. Ее нет смысла только толковать и бессмысленно это делать, иначе это принесет только путаницу и новое толкование. Не надо удаляться сейчас в них. Отбросите все толкования. Смело исполняйте труд, тот, в котором вы сможете свое сердце дать в жизни. Вы стремитесь это делать искренне, отдавая все свои силы. И помните, что вы рождены отдавать, но не брать. И пребывайте в понятии детства. Будьте детьми. Будьте ибо все горести происходит только от одного. Подача львов становится слишком серьезной. Только лучше. Потому что что бы ни происходило на этой земле, в различных ситуациях, в горьких войнах, садизме, чего-то нет сейчас на это сделок. Ведь все это совершается только с понятием серьезного подхода. Подача очень серьезной. Она пытается создавать умное лицо. И вот так прожигаются бедствия. А вы выйдете к остынюю. Станьте детьми. И просто и искренне попробуйте побежать вперед. Шия. Понятно? Воспевая песни на слово своего отца. Воспевая песни во имя красоты, которая вокруг так удивительно. Открывая уста свои только в том случае, когда хотите поздравить друг друга с радостью. Какой-то. Когда хотите пожелать счастья, крепости, светом, благодетенствия. Не больно. А в остальном руками. Тихонечко подарите друг другу то, в чем крайне нуждается наш собак. И вы видите, он меняется. А вы тихонечко раз и перенесли. А очень часто вы это поставите под окном и увидите. А он выйдет как-то в утром. Заглядет, послалит на няню. Он будет так удивлен, откуда это он. Появился день. Он счастливается, идет к себе. Я буду думать, потому что он будет то, в чем в жизни на крайне нуждался. Но он не смирился это, говорите. Вот так, чувствуя свое сердце, вы всегда подарите друг другу именно то, в чем вы действительно на крайне нуждаетесь. И все похочете. И никакой свисты не будет. Очень гармонично. Можете это зле, не зная, какой будет завтрашний день. Очень гармонично. Потому что вашими глазами призван был стать отец. Но вы надергаетесь, я не знаю. Это очень его надергаетесь. Пытаетесь старым, много послужить, наметиться в следующий день, но он приходит путаный. И никогда не сбывается то, как правило, о чем вы много вы стараете наперед. И слетитесь. И страдаете, что не получилось так, как вы хотели. А ведь вокруг происходит все очень неплохо. Поэтому смелее стремясь вперед, доверьтесь отцу. Доверьтесь истине, которую он дает вам, чтобы, принимая все это, сразу стали единым этой семьей. Одной семьей, не болтающей о людях, а исполняющей ее тихо, порой смеленным, незаметно. И это будет великое таинство. Потому что вера без дел, она мертвая. Нет смысла не говорить. Но когда есть и дела, то тогда говорить тем более бессмысленно. Потому что именно делом все и проявляется.